Что за вопрос? У нас нет никакой коробки. Там все в доле. Цель номер один достигнута. Очистить травматологию от просроченных медицинских материалов. Я считаю, Олесе надо вручить орден героини России. Никаких нарушений в травматологии не выявлено, а я хочу заявить обратное. Нарушения есть, но... Не всю просрочку вывезли, не успели. Но не бывает такого. Кто ищет, тот всегда найдет. Меня впервые пустили. Не сразу, но пустили. Все были уверены, что мы ничего не найдем. Такая находка была найдена. Примерно 40 коробок. Терильные мочеприемники хранятся прямо рядом с грязной обувью. Это подсобка, где кушают. Есть микроволновка, посуда, раздевалка. Хранятся как попало. Которые имеют непосредственный контакт со слизистыми. Конечно. Грубейшее нарушение санэпид-режима. Еще мы нашли одну просрочку. Где предыдущие медикаменты за 4 года? Либо это все была просрочка, либо у них вообще ничего не было на складах. Вывод такой следует. Не 4, а 6 часов шла проверка. Да? Да. Радует результат. И представители департамента здравоохранения. Все было зафиксировано. Там не то, что КАМАЗами. Там составы с вагонами. Вот, короче, единого склада нет. Очень как-то халатное отношение. На складах нет запасов шовного материала. Нету лезвия. Ни один лифт не работает. А у нас поступает 7 человек, а дрели всего 2. Купите нам, пожалуйста, потому что не хватает дрелей. Сверлить нечем. Меня никто не слушал и слышать, в принципе, не хотел. Доведение до самоубийства уже направлено в суд. Прокурор города Сургута. Балин сидел просто опустив глаза вниз. Следственный комитет. Стою под дверями. Очень нервный бегал. Дважды хлобыснул, прям сильно хлобыснул дверями. И было такое ощущение, что он просто сейчас может напасть. Здороваться там, в принципе, не заведено. И, можно сказать, повторно возбудился. Возбудились. Копируют, вставляют и отправляют. Я теперь уже стала, оказывается, следователем. Наверное, скоро пополню ваши ряды. Вместо вас. Ну, а что? Получается так. Я уже не прошу, я вас требую. Устранить. Привлечь виновных лиц к ответственности. Он забирает в Ханты-Мансиск для проведения. На работе мне поступали угрозы. Меня там пытаются сектантам выставить. Потому что на коне стоят не только жизни жителей Хмава, но и детей малолетних до 6 лет. Очнитесь, пожалуйста, мы все люди. Останавливаться мы на этом не собираемся. И будет суд. И суд будет решать миру наказания. Я обращаю ваше внимание. А, вы сейчас в условиях неправовых и коррупционных находитесь. Это по факту. Ну, вот Антон ушел, а вообще-то для него целая вообще дорога. Второе. А, отлично. Да, вот все записываю. Все ходы записываю. Вот. Второе, на что обращаю внимание. Или вы знаете ответ на этот вопрос? Вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика. Муниципалитет или региональное государство, или что-то. Итлевом. Потому что у нас есть такая забава игра, да? Мы проектно-осметную документацию разрабатываем. Сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и... Сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделать корректированную рекомендацию. Там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили все? Не надо. Там все в доле. Каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя. Там все в доле. Не надо. Вы выключили все? Простите меня, пожалуйста. Там все в доле. Вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика. Там все в доле. Муниципалитет или региональное государство, или что-то. Стыд я вам. Вот. Потому что. Там все в доле. У нас есть такая забавная игра, да? Там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили все? Не надо. Там все в доле. Там все в доле. Всем привет. Последние два месяца по травматологии города Сургут идет обширная кампания по восстановлению имиджа и всяческого восхваления деятельности травматологической больницы. Но вот недавно вышла новость, примерно 26 декабря 2022 года, по всем каналам ее показали местным, что больница получила народное признание. Наша клиника среди лучших по итогам премии про докторов 2022. Вот тут в частности сказано, что по итогам регионального этапа премии про докторов 2022 Сургутская травмобольница возглавила топ-10 лучших государственных медорганизаций игры. Ну давайте перейдем на сайт, посмотрим, что это за премия и кем она присуждается. Вот она премия. Если почитать подробности, то клиника признана одной из лучших по отзывам пациентов за год 2022, да? С 1 ноября 2021 по 31 декабря 2022 года. Количество награжденных 2000 клиник по всей России. То есть на основании отзывов, смотрим отзывы и считаем положительных раз, два, три, четыре, пять. Пять положительных отзывов. И вот на основании этих пяти положительных отзывов, нейтральных за этот период нет, отрицательных тоже нет, неподтвержденных тоже нет. Только на основании вот этих пяти отзывов они им вручили премию. Я предполагаю, что данные отзывы были, скорее всего, накручены. Даже если они не накручены, количество пять положительных отзывов, я не вижу оснований для того, чтобы присуждать премию на основании пяти отзывов всего положительных. Смотрите, в 2021 году более 500 тысяч отзывов, и пять из них только приходится на травматологию. И по результатам пяти отзывов положительных присудили вот эту медальку якобы. Со своей стороны мы подготовили свои итоги по результатам 2022 года по травмцентру города Сургут. Травматология – одно из древнейших направлений медицины. Она насчитывает много веков развития. В современном мире ее роль становится более значимой. Первое. Доказан авторитарный тип руководства, который способствует повышенной эмоциональной нагрузке. А главное – есть люди, преданные профессии и специалисты. Второе. Два самоубийства медсестер в ноябре 2021 года. Готовы делиться знаниями и навыками с молодой сменой травматологов-ортопедов. Удалось дело довести до суда. Дело передано в суд. Обвиняемая старшая медицинская сестра Матвичок Ольга по статье 110 УК РФ – это доведение до самоубийства. Первое открытое заседание будет 11 января 2023 года. То есть буквально вот через неделю, даже меньше. По адресу улицы Профсоюзов 37, кабинет 504 в 14.30. Я думаю, много СМИ будет, много желающих послушать данный процесс. Успешно боремся с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и последствиями всевозможных травм. Третье. Как минимум 202 пациента прооперировано просроченным шовным материалом. Личности до сих пор не установлены и до сих пор неизвестны, есть ли среди них дети. Ставим на ноги и возвращаем радость движения пациентам. Четвертое. Многократные нарушения условий хранения медицинских изделий в неприспособленных для этого помещениях. Штраф недавно наложен на юридическое лицо в размере 75 тысяч рублей по статье 19.20 КАП РФ. Это осуществление деятельности с грубым нарушением требований и условий хранения. Коллеги, благодарю за ваш непростой ежедневный труд. Желаю профессиональных успехов и открытий. Пятое. Многочисленные административные наказания работников травмцентра. У нас есть все, чтобы смело принимать новые вызовы времени. Шестое. Многократные нарушения и использования просроченных медицинских изделий. Мы вносим весомый вклад в сохранение здоровья нации, а также увеличение продолжительности и повышение качества жизни населения. Седьмое. Многократные нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Внедряя современные методики лечения и используя возможности высокотехнологичной медицины. Восьмое. Очень часто не работают все лифты в зданиях травмцентра. Ни один лифт не работает. Передовое оборудование для диагностики хирургических вмешательств. На складах нет запасов шовного материала. Нету лезвия. Девятое. Вместо медицинских дрелей используются строительные шуруповерты. Потому что не хватает дрелей. Купите нам, пожалуйста... Именно медицинские стерилизованные, а не строительные шуруповерты. Сверлить нечем. Колоссальный опыт. Научная база. Исследования. Десятое. Изъятые куски, кости, черепов пациентов используются повторно вместо титановых пластин. Это самые настоящие кости человека, которые замораживаются. Это череп. Замораживается после трепанации черепа. Целью, чтобы потом ее установить назад. Для того, чтобы сэкономить на титановых пластинах. Здоровья, семейного благополучия. Одиннадцатая. Уголовная статья, по которой идет в данный момент проверка. Спасибо большое за такую высокую оценку нашей работы. Статья 293. Это халатность. Еще раз большое спасибо за высокую оценку. 119. Это как минимум две угрозы убийством. Я думаю, что у вас еще много интересных дел впереди. 110. Это доведение до суммы убийства. Скоро будет суд по этому делу. Прежде чем вручить премию команду Путина, хочу поблагодарить номинантов на премию за самоотверженность, за смелость. 238. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Раньше это была 236. Сейчас они переквалифицировались в 238. Это уже прогресс. Но по части 1. Часть 2. Они еще не обнаружили признаки. За доброе сердце. Ведь вы, рискуя здоровьем и жизнью, лечили людей. 159. Это мошенничество и подделка документов. Честь вам и хвала. Поэтому вы в команде Путина. Достойна ли травматология народного признания и является ли клиника среди лучших по итогам 2022 года, решать вам. Пишите свои комментарии. Оставляйте оценку по 10-бальной системе. У меня оценка однозначно. Это минус 10 баллов. Награда очень многих-многих людей, которые живут в Евре, которые работают, созидают, помогают ближним. От себя лично, от своих коллег еще раз хочу поздравить наших врачей. Вот они настоящие герои. Напомню, что 23 ноября 2022 года, то есть примерно полтора месяца назад, прошла проверка совместно с Департаментом здравоохранения ХМАО Югры и прокуратурой города Сургут и прокуратурой ХМАО. По результатам данной проверки было записано следующее видео. Всем привет. Сегодня у нас хорошие новости. Начнем с предыдущих событий. Примерно неделю назад расследование по доведению до самоубийства первой медсестры Айжан. Расследование закончено и дело было направлено к прокурору. Потом вышла новость тут же, что уже направлено в суд. Это уголовная статья доведения до самоубийства. Главная обвиняемая по делу это Ольга Матвейчук. Как у нее должность? Старшая медицинская сестра, реанимационная сезонологического отделения номер 2. Бюджетное учреждение Сургутская клиническая травматологическая больница. Эта новость очень хорошая, потому что всем показательно будет, что давление на медсестер должно прекратиться. Это первое. Дальше у нас что произошло? Мы с Олесей записали видео обращения. Это обращение к Роснову и обращение к Быстрыкину. Спустя буквально дня 4 после нашего видео обращения мне позвонили с прокуратуры города Сургута и объявили о том, что меня желает принять на личном приеме Зайцев Сергей Петрович. Это заместитель генерального прокурора Российской Федерации Краснова. Через какой-то период времени мне также позвонили с прокуратуры Уральского федерального округа и продублировали данное сведение. И 18 ноября 2022 года я попала на личный прием с Зайцевым Сергеем Петровичем. Прием состоялся посредством видеоконференции в прокуратуре города Сургута. Данный прием длился порядка часа, где были собраны как прокуратура УРФО, прокуратура Хантематийского автономного округа, прокуратура города Сургута в том числе и прокурор города Сургута Балин Алексей Леонидович. Он тоже там присутствовал. Расскажи, как он себя там вел. Я начала излагать свои вопросы, свои доводы, обращаясь к Зайцеву Сергею Петровичу. Балин сидел просто опустив глаза вниз. Когда я ему задавала какие-либо вопросы, на мои вопросы не следовали ответы вообще никакие. Зайцеву Сергею Петровичу я хочу выразить благодарность. На этом личном приеме я все-таки почувствовала себя наконец-то человеком, где не нарушаются мои законные права. Я почувствовала, потому что очень большой, на протяжении большого времени меня никто не слушал и слышать в принципе не хотел. И я так думаю, что это было, ну, все это было сделано специально. Здесь все-таки меня выслушали на протяжении часа, где я могла изложить все, что у меня имелось, какая была информация. И за это я вот благодарна все-таки Сергею Петровичу, да, нужно отдать должное. После встречи с Зайцевым пошла колоссальная реакция со стороны системы. И вот 22 ноября мы были в Следственном комитете, да, ты заходила там отдать заявление, пытались ее вызвать без повестки на выемку. Ничего не поясняли, мы пошли выяснить и принесли ордер от адвоката, что только в присутствии адвоката это будем делать, либо в присутствии правозащитника. И пока мы там сопровождали Олесю, она заходила в кабинеты, мы не заходили в кабинеты, мы стояли в коридоре. По коридору очень нервный бегал заместитель начальника Следственного комитета Лопатин Максим Эдуардович. И дважды за Олесей закрыл дверь, видя, что мы, ну, видим, что там происходит, мы следим, чтобы с Олесей ничего не случилось. То есть он это, видя, просто дважды хлобыснул, прям сильно хлобыснул дверями и закрывал двери. Ничем он это не мотивировал. Двери казенные, и вот такое отношение, было такое ощущение, что он просто сейчас может напасть. Также я хочу пояснить, что в Следственном комитете по городу Сургуту как бы ко мне настроены крайне негативно, да. Когда я туда прихожу в последнее время, мне длительное время не открывают двери, да. То есть я не могу попасть в сам Следственный комитет. Стою под дверями, приходится звонить следователю, да, который занимается делом, которое возбуждено по 236-й статье. Он бежит, открывает мне дверь, я захожу в помещение. Здороваться там в принципе не заведено, несмотря, наверное, на их хорошее воспитание. То есть прям вот негативные такие взгляды. Я это, естественно, на себе ощущаю, так как с ними я знакома уже больше года, да. Но хотя бы на этом этапе, да, на сегодняшний день, они начали более вежливо со мной общаться и отвечать на мои поставленные им вопросы. Вопросов у меня огромное количество. Но все равно можно рекомендовать заново изучить этику поведения сотрудников Следственного комитета. На работе мне поступали угрозы от сотрудницы нашей больницы, от Ворошиловой Аллы Константиновны. Это было при сотрудников операционного блока, которые находились на рабочей смене. Мною было написано заявление в органы ОМВД. Пришел отказ от возбуждения уголовного дела. Я подняла этот вопрос, написала заявление Горееву. В общем, было написано заявление о том, что мне поступали угрозы от Ворошиловой. Получила я постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. После получения постановления я увидела, что никакие проверочные мероприятия не проводились. И написала заявление на Гореева. И после того, как я побывала на личном приеме у Зайцева, у МВД города Сургута тоже очень активно возбудились, так можно сказать. И даже приехали ко мне домой, участковый приехал в 9 часов вечера и взял у меня дополнительные объяснения и аудиозапись, про которую я говорила, где звучат слова угрозы в мой адрес. Вчера позвонил мне заместитель прокурора, прокурор Хмао позвонил мне, сказал, что эти дела, значит, дело по 119 статье, угрозу убийства и угрозы Ворошиловой он забирает в Ханты-Матиск для проведения, ну, чтобы установить правомерность действий сотрудников УМВД в отказе в возбуждении уголовного дела. Радует результат. В итоге пришел участковый, да, и заново взял объяснение, взял аудиозапись с угрозами и, можно сказать, повторно возбудился. Возбудился, но опять же вечером он мне вчера позвонил и сказал, прокуратура города Сургута подтвердила постановление, что там нету никаких нарушений закона об отказе в возбуждении уголовного дела. И поэтому Давыдов забрал эти два дела в Ханты-Матиск, и там они будут уже проводить мероприятия и правомерность отказа в возбуждении уголовного дела. После личного приема с Зайцевым начались активные действия со стороны Ханты-Матискского автономного округа, с прокуратуры. Буквально через день после приема выехали прокуроры с Хмава сюда, к нам, в город Сургут. И я побывала на личном приеме у Давыдова Сергея Анатольевича и Полищук. В общем, приехала позавчера проверка из Хмава в составе Екатерина Андреевна Полищук и Сергей Анатольевич Давыдов. Они нас пригласили в прокуратуру. Меня впервые пустили за дверь прокуратуры. Вот ту самую пикалка, которая у них никогда никого туда не пускает. Меня все-таки туда пустили. Не сразу, но пустили. Пригласили нас в конференц-зал, высушили, все полностью записали, каждое слово. Мы предоставили диск с видео, аудио, фото с документами. Все предоставили, нас тщательно высушили, все записали. И тут же назначили проверку в травматологии, потому что имели сведения, что не всю просрочку вывезли, не успели, и есть неправильное хранение. Что, в принципе, и было выявлено. Мы нашли три помещения, в которых хранились примерно 40 коробок неправильного хранения стерильных медицинских препаратов. Хранение не соответствует СанПИНу, где прописаны правила хранения, и всем нормативным документам, федеральным законам. Вопреки всему, медицинские изделия хранятся в условиях кустарных, так бы я бы сказала. Я поясню, это в одной из подсобок заходишь, там как бы трубы такие здоровенные, и на этой трубе висит какая-то ширма, явно не оттуда, какая-то медицинская ширма, да? Ну, клеенка медицинская. Да, то есть она там вообще не к месту. Это подсобка, где кушают, есть микроволновка, посуда, раздевалка, грязная обувь, где-то телевизоры стоят, то есть это абсолютно подсобные помещения, которые не предназначены для хранения медицинских каких-то... А что мы там, кстати, нашли? Катетеры какие-то? Там нашли катетеры, да, мочеприемники нашли. Которые имеют непосредственный контакт со слизистыми... Конечно, они имеют непосредственный контакт со слизистой оболочкой внутренних органов пациентов, да, хотя утверждала, что это не так, это абсолютно так, кто владеет медициной, он это понимает. И правила хранения тоже должны знать, в том числе и главная сестра больницы. В подсобках они никак храниться не могут, должны быть специально отведенные помещения, да, которые соответствуют санитарным нормам. Такая находка была найдена. С нами также были на проверке и представители департамента здравоохранения, два человека, которых мы тоже пригласили в это помещение и порекомендовали им зафиксировать данные нарушения, да, данное нарушение. Они фиксировали, фотографировали на телефоны, все было зафиксировано. Представители департамента здравоохранения сначала, ну, судя по взглядам, скептически относились к этой проверке, потому что, я так понял, все были уверены, что мы ничего не найдем, потому что, скорее всего, информация утекла, но это все не важно, у нас другая цель была, обезопасить жителей Ихмао и всей страны, чтобы не было вот этих нарушений. Так вот, департамент здравоохранения, когда увидел, что стерильные мочеприемники хранятся прямо рядом с грязной обувью, со старой грязной обувью, они, у них глаза расширились, то есть они начали, вот после этого они начали это все фиксировать. Также в таких же помещениях, рядом с коробками этими, были компьютеры старые, списанные. Я как компьютерщик знаю, что, по сути, компьютер это пылесос, и он собирает пыль, и в этой пыли однозначно присутствуют все виды бактерий. Одним словом можно сказать, вот эту находку найденную, нарушение санэпидрежима, грубейшее нарушение санэпидрежима. Еще мы нашли одну просрочку, которая предназначена для обработки рук, при хирургической обработке, да, непосредственно при проведении оперативных вмешательств. И что самое интересное, я хочу заметить, когда мы ходили вот по этим всем подсобкам, их большое количество там, мы, наверное, прошли всего лишь 30%, да, предположительно. Все, ну, многие медицинские изделия, да, антисептические. Подожди, ходили примерно 4 часа, и на самом... Не 4, а 6 часов шла проверка. Да? Да, проверка шла 6 часов, и я хочу заметить о том, что материальные ценности, да, это материальные ценности, которые поставляются нам в медицинское учреждение, находятся в разных местах подвального помещения, в разных, коробками, упаковками. То есть, там, я так предполагаю, что не ведется учет, в принципе, вообще. Я тоже был удивлен, что такое количество медикаментов, а вот Олеся говорила на видео, что КАМАЗами вывозили. Я когда увидел масштабы, я в жизни столько медикаментов не видел. Там не то, что КАМАЗами, там составы с вагонами, вот длинные такие вот, которые через ОП едут и никак не могут переехать. Вот такими составами. Я столько медикаментов в жизни не видел. И все это хранится в разных местах. Стоит какая-то там лифтовая, какое-то подсобное помещение. Там заходишь, там несколько коробок, тут несколько коробок. Короче, единого склада нету. Возможно, единого учета тоже нету. Ну, очень как-то халатное отношение, да. В предыдущих видео я тоже там показывала, где у нас хранятся материальные ценности. То есть, это бахилы, маски, опять же, те же антисептики в кустарных условиях. То есть, понимаете, на те средства, которые выделяются бюджетные деньги, государственные деньги, хранятся как попало. Не ценятся, хотя, возможно, кому-то бы они могли понадобиться. Эти средства. Но я считаю, что так быть не должно, в принципе. Мы обратили внимание, то есть, мы проходили, смотрели коробки. Мы обратили внимание, что все, вот в любое помещение заходишь, где есть эти медикаменты, и прям сразу запах свежих коробок. То есть, пахнет свежим картоном. Все коробки новые, чистые, идеальные. Даже упаковочные ленты с них не сняты. И обратили внимание, что дата изготовления примерно 19-20-22 год. А на некоторых коробках есть такая надпись «Отправлено». И вот даты с сентября 2021 года по май 2022 года. Раньше дат мы нигде не видели. То есть, где медикаменты, вот представьте, да, масштаб, примерно, ну, в принципе, полстадиона можно заставить, если в один ряд, это, не наставлять, а вот в один ряд полстадиона можно заставить, как минимум. И вот это все, это только за последний год привезено. А где все остальное, если срок хранения примерно 5 лет, да, у всех медикаментов, то где предыдущие медикаменты за 4 года? 25 добровольцев из Югры сегодня отправятся с гуманитарной миссией в двухнедельную командировку в Украину. Будут помогать с регистрацией документов, питанием и медикаментами. То где предыдущие медикаменты за 4 года? И медикаментами. В составе группы 3 медика везут с собой полевые кухни, лекарства. То где предыдущие медикаменты за 4 года? Лекарства и пиломатериалы для строительства. В Сургут прилетели два Ил-76. На них погрузят около 50 тонн коробок. Оказывать помощь как врач, я являюсь врачом-травматологом, и максимально контактировать с докторами. То где предыдущие медикаменты за 4 года? То где предыдущие медикаменты за 4 года? Либо это все была просрочка, либо у них вообще ничего не было на складах. Вывод такой следует. Ну, то есть, вот эти все поставки начались, мои заявления начались с сентября месяца 2021 года. И буквально после моих заявлений началось массовое завезение в медицинское учреждение, изделие медицинского назначения. И все они поставлены в 2021 году, в 2021 году с сентября месяца. Здесь можно предполагать, что все остальное было просрочено, потому что ничего нет. Также мы обратили внимание на то, что на складах нет запасов шовного материала, про который я говорила непрерывно, который был просрочен. Нету лезвий. Я задала вопрос заведующей аптеке. А где же шовный материал вы хранили? Они немножко даже растерялись, да? Нет, они начали оправдываться, что весь шовный материал находится в операционных. А на складах этого запаса нету. То есть, если в операционной закончится, или будет какая-нибудь крупная авария, да, какое-нибудь, не знаю, массовое событие, то на складах-то нету этого ничего. В операционной быстро все закончится. 25 добровольцев из Югры сегодня отправятся с гуманитарной миссией в двухнедельную командировку в Украину. Будут помогать с регистрацией документов, питанием и медикаментами. То где предыдущие медикаменты за 4 года? Ну, конечно, если смотреть на то, что на данный момент нашим операционным блоком первым прооперировано более трех тысяч человек на вот этот момент. За год? За год. За этот год? Да, да. А сколько операционных блоков? У нас три операционных блока в травматологии. Но я говорю сейчас только про наш блок, который принимает в том числе и экстренных операционных. Это и авария, это и падение, это и ножевые ранения. И грудные дети. И грудные дети в том числе. То есть широкий спектр медицинских услуг оказывается. То и можно сопасать себе, какие могут быть предполагаемые расходы всего этого. То есть примерно 9 тысяч человек как минимум было прооперировано в этом году? Я говорю про первый блок. Про те блоки я не владею информацией. Возможно, там еще и больше пациентов, потому что идут оперирования и протезирования. Там все поставлено на поток по квотам. Запланированное задолговременно. Очень большой объем выполняется. Очень. А на складах нет ушевного материала. По настоящий момент. Хотим обратить внимание, что на проверке присутствовал прокурор Лукашук. Вместе с Поличук. Так вот, как только Поличук ушла с проверки, что-то у него там какое-то срочное дело возникло, Лукашук. Всячески начал оказывать, скажем так, сопротивление. Он меня перестал пускать внутрь помещений, хотя до этого я свободно проходил. Когда обнаружили просрочку, я говорил, что оформляйте протоколом здесь на месте, привлекайте двух очевидцев, которых тут достаточно, человек там 20 было. Лукашук. Начал чуть ли не кричать, что типа перестаньте мешать проверке. Я говорю, я представляю интересы, она мне доверяет, Олеся об этом сказала. Я говорю, ну раз мне нельзя, Олеся, звони адвокату. Составляйте протокол здесь на месте. Я хочу тоже сказать про этого самого Лукашук. Когда поступали мои первые заявления в прокуратуру, ВМВД и следственные комитеты, первый, кто пришел на проверку в операционный блок, которая проходила за дверями операционного блока, это и был тот же самый Лукашук. Он провел проверку спустя 20 дней после моих заявлений. Он постоял за дверями операционного блока со мной, еще с одним прокурором. Главная сестра была, старшая сестра была. На следующий день я получила отписки, что мои слова не нашли подтверждения. Данных проверок было три, при мне только три было. Вторая проверка была с трудовой инспекцией, опять пришел тот же Лукашук. Трудовая инспекция меня отвела в сторонку, женщина, говорит, мы пришли сюда с прокуратурой. Я говорю, а кто пришел? Пришел Лукашук. А где сам Лукашук, как он проводит проверочные мероприятия? Лукашук. Находится в кабинете главной сестры. Оказывается, там проходят у нас проверочные мероприятия. Утром возвращаюсь домой после рабочей смены. В моем почтовом ящике находятся письма. Ваши слова не нашли подтверждения. Замечательно. Лукашук пришел через полгода на проверку, но здесь он уже переоделся и проследовал в операционную блок, 6-ю операционную, где они устроили циркаческие мероприятия с заинтересованными сотрудниками оперы блока, которые отбирались главной сестрой. Главная сестра пришла и сказала, остаешься ты, ты и ты, и ты, и идете с прокурором в операционную. Но я в этом участвовать не стала. После проверки все эти лица спустились в кабинет главной сестры и поставили подписи о том, что мои слова не нашли подтверждения и проверка ничего не нашла. Но это очевидно. Через полгода они ничего не нашли. И я здесь вынуждена предполагать какую-то, наверное, даже личную заинтересованность Лукашу во всей этой ситуации. А возможно коррупционную составляющую? Возможно, не исключено. Это мои предположения, на что я имею полное право. Исходя из всей сложившейся ситуации. Но не бывает такого. Кто ищет, тот всегда найдет. Еще хотим обратить внимание на заместителя начальника следственного комитета Евдокимов. У них все документы так оформлены. Что он тебе там? Ответ предоставил или постановление? Они мне предоставили отказ на мою жалобу, где товарищ Евдокимов, это заместитель следственного комитета Ермолаева, в ответе написал, что я теперь уже стала, оказывается, следователем. Ну да. По его бумаге. Я предлагал Олесе зайти спросить, а где зарплата, если она следовательна. Ну то есть, понимаете, люди делают бумаги, составляют официальные документы. Вообще не глядя. По принципу вставляю, копирую. Но в принципе это практикуется. Особенно у департамента здравоохранения. Я так думаю, что они там все взаимосвязаны. И вот копируют, вставляют и отправляют. Не видят даже, что они делают. Ну спасибо большое, Евдокимов. Наверное, скоро пополню ваши ряды. Вместо вас. Ну а что? Получается так? Так. Самое главное. Давай озвучим, чего мы достигли. Цель номер один достигнута, которая заключалась... Моя цель. Номер один, да, достигнута. Эта цель была очистить травматологию от просроченных медицинских материалов. Скажем так, почти достигли. Потому что нарушения до сих пор есть. Нарушения есть. Но, наверное, 90% нарушений все-таки устранены. И я могу с точностью заявить именно про свой операционный блок номер один, что сейчас строжайший контроль за сроками годности во время генеральных уборок, во время приема смен, во время сдачи смен. Просроченных медицинских материалов нет вообще. Только наступает срок просрочки, как тут же, по всем правилам, изымается все это, составляется акт об утилизации и все это выносится и убирается. Поэтому жителям города Сургута и Хантамантийского автономного округа беспокоиться за свое здоровье, да, люди, которые попадают на оперативное лечение, не стоит. Я вам заявляю об этом с полной уверенностью. Потому что я знаю, о чем говорю. И вот эта цель достигнута. И горжусь этим. И теперь с гордостью я могу носить звание медицинского работника. И с удовольствием выполнять свою работу. Так что все попытки следственных комитетов, в том числе следователя Зуевой и других там с УМВД, да, которые пытались тебе там что-то менять, что неуклончивое, неустойчивое, что-то там психическое расстройство какое-то. Меня там пытаются сектантом выставить, какую-то секту живых придумали. В общем, все вот эти ваши, я считаю, преступные потуги в сторону оклеветать нас с Олесей, они несостоятельны. И это доказала проверка 23 ноября. И это доказала предыдущая проверка от апреля месяца. И это доказал следователь, дознаватель Пахилько, который дал постановление о том, что действительно просроченный шовный материал использовался как минимум на 202 пациентов. Все, что вы пытались там, я не знаю, вменить мне, запугать меня, оклеветать меня, слава Богу, высшие силы, наверное, это все видят. И это вот все состоялось должным образом. Пока говорить о чем-то правосудии рано еще, потому что впереди еще огромная работа, да, нужно установить потерпевших, нужно провести экспертизы, это все уже делают следственные органы, я надеюсь тоже на их добросовестность и честность, и чистоплотность. Следователь Шамсияров, который ведет данные дела, я также хочу обратиться к нему, чтобы он был независимым, независимым к этой ситуации, чтобы не поддался никаким соблазнам. Потому что на коне стоят не только жизни жителей ХМАО, но и детей малолетних до 6 лет. Когда мы об этом сказали Давыдову и Полищуку. Данная цель являлась основной и первейшей. Вторая цель это привлечь виновных лиц к ответственности, потому что по факту уже все доказано. Следователям осталось провести следственные мероприятия и привлечь виновных лиц к ответственности. Мы так Давыдову и сказали, что а теперь ваша задача, мы достигли свою цель, теперь вы достигаете свою цель. Также, пользуясь случаем, я хотела бы обратиться к своим коллегам. Именно коллегам операционного блока, коллегам травматологической больницы полностью. Потому что многие из вас знают о том, что я сказала правду. Я хотела бы призвать вас проявить свою гражданскую все-таки позицию. Я прошу вас давать на допросах правдивые сведения. Правдивые сведения. Потому что на самом деле уже много чего доказано. И не поддаваться на уговоры старшей сестры, главной сестры. Потому что все допросы проводятся после того, как люди получают инструктаж в кабинете старшей или главной сестры. И таких людей очень много. Некоторые из них не поддались на эти уловки. Но многие из них, я не знаю, то ли из-за своего страха, то ли из-за своей нечистоплотности, на что люди надеются. Я не могу сказать. Пошли и просто меня оговорили. Я вас просто призываю быть честными людьми. Потому что вы знаете, что я сказала всю правду. И нигде там лжи нет. Человек, который будет говорить правду, он никогда не запутается в своих показаниях. Я вас просто к этому призываю. Остаться честными людьми. Потому что наш век, ну как сказать, наш век, он не вечен. Просто останьтесь с людьми и проявите себя, как чистоплотные люди. Еще хочу добавить. Все, кто себя считает потерпевшим, что им принанесен ущерб жизни и здоровью, и были загноения после операции в травматологии. Пишите сообщение о совершенном преступлении в сторону прокуратуры города Сругут о том, что когда-то проходило лечение, были такие-то осложнения. Предполагаю, что в связи с последними событиями и возбуждением уголовного дела по 236 статье, прошу меня опросить и признать потерпевшим по данному уголовному делу. Если таких потерпевших будет много, мало того, что вы поможете привлечь виновных лиц к ответственности, так вы еще можете потом в суд подать иски о возмещении морального и материального ущерба, причиненного жизни и здоровью и моральному состоянию. Также я хотела бы обратиться к департаменту здравоохранения Ханты-Матийского автономного округа, а в частности к директору департамента здравоохранения Добровольскому. Хотела бы прямо у вас, наверное, от лица даже теперь уже травматологии попросить обеспечить операционные блоки силовым оборудованием, а именно расходными материалами на дрели, которые необходимы при применении тех или иных оперативных вмешательствах. Именно медицинские, стерилизованные, а не строительные шуруповерты. Просто ситуация такая, после того, как убрали дрели со строительных дворов, именно вот эти шуруповерты, стала очень острая нужда в силовом оборудовании. На шесть операционных у нас две с половиной, потому что третья дрель работает не в полную силу, остались в операционном блоке, что является критическим. Нам не хватает для проведения тех оперативных вмешательств, которые к нам поступают. К нам поступает большое количество пациентов, да, в связи с… Это связано также с сезонностью. Сейчас на улице зима, много падений, много переломов, а нам их просто нечем катастрофически лечить и проводить оперативные вмешательства, потому что не хватает дрелей. Купите нам, пожалуйста, в полном объеме необходимое силовое оборудование в операционный блок. Это я обращаюсь к Добровольскому. Сейчас я хочу еще раз к вам обратиться по поводу катастрофической ситуации в травматологии с лифтами. Порядка 14 лифтов находятся в нашей травматологии, в медицинском учреждении. Доходит до того, что ни один лифт не работает. Пациентов транспортировать не на чем. Ты расскажи, как вам надо с пятого этажа. Я расскажу позже. Пациентах вынуждены носить на простынях или на других каких-то средствах, перемещать их до КТ, чтобы провести им обследование. Я прошу вас устранить данные все вопросы. Также мы операционные сестры, так как после оперативных вмешательств по нашей должностной инструкции, мы должны доставить инструменты медицинского назначения в стерилизационное отделение. Стерилизационное отделение находится в другом корпусе нашей больницы. Мы вынуждены огромные 100-килограммовые каталки везти по подвалу, довозить к выходу, который идет в поликлинику. На своих руках переносить это все на другую каталку, переставлять и поднимать это все в централизованное отделение стерилизационное на пятый этаж. Это тяжело. Это получается с пятого этажа одного здания по подвальному помещению вниз сначала, а потом на верхний пятый этаж. Да, и в обратном порядке также. А наша цель это обеспечение операционного блока необходимым оборудованием, которое будет стерильное. Это основа операционного дела и всей хирургии. Есть золотое правило. Все, что вносится и ввозится в операционный блок за красную черту, должно проходить обработку. И в связи с этим я прошу вас, я уже не прошу, я вас требую устранить все эти недочеты, закупить нам оборудование и дать нам возможность правильно, четко, без задержек проводить оперативные вмешательства. Просто это касается, опять же, и маленьких детей. На предыдущей смене была острая нуждаемость в дрелях, и дети должны, вынуждены были ждать эти дрели по 6 часов. Объясню почему. После отработки на оперативном вмешательстве этой дрели, как минимум, весь ее цикл последующей обработки длится 3 часа. А у нас поступает 7 человек, а дрели всего 2. Сверлить нечем. Требую закупить, решить эту проблему. Спасибо. И разобраться, кто и когда купил вот эти шуруповерты, и куда были потрачены бюджетные средства, которые выделяются на закупку медицинских дрелей. Вчера также меня с рабочей смены, значит, по распоряжению главного врача, отпустили в прокуратуру города Сургута. Где меня ждал Сухороков, это заместитель прокурора города Хантаматийского автономного округа. И у нас с ним состоялась беседа, в процессе которой он сказал о том, что в ходе доследственной проверки установлены факты мною сказанных слов, несмотря на то, что это было сделать им сложно. Подожди, очень важно, как он сказал, большинство или... Установлены, он сказал, и большинство. Он сказал, что установлены факты, сказанных мною слов, несмотря на то, что это было очень сложно сделать. Также возникают вопросы, опять же, к департаменту здравоохранения, так как они мне давали отписки о том, что у них все хорошо и замечательно, никаких нарушений в травматологии не выявлено, а я хочу заявить обратное. В феврале месяце 22 года я получила документ от прокуратуры города Сургута, где было заявлено прокурором Сиборсовым о том, что несмотря на ваши многочисленные заявления, департамент здравоохранения не планировал и не проводил внеплановые выездные проверки в бюджетном учреждении. Сургутская клиническая травматологическая больница. То есть, они даже не хотят этим заниматься? Своими прямыми должностными обязанностями? Был официальный ответ с прокуратуры, он имеется, мы его приложим, если необходимо. А прокурор тоже интересный, вместо того, чтобы выписать предписания? Предписания были выписаны. Обязать их, провести проверки. Предписания были выписаны, каким образом эти предписания исполнялись, здесь тоже большой вопрос. Предписания были вынесены также и заместителю губернатора Кольцову по этому поводу. А тебя, как заявителя, обязаны уведомить о результатах? О результатах меня по настоящий момент никто не уведомил. Подтверждено также деспотичный тип руководства нашей больницы. То, что происходило, это связано вот с прессингом, с доведением наших сотрудников до самоубийства. Все это есть в документальном виде. Это не голословные слова. Подтвердилось и пошло в суд. Да. По уголовному делу. Несмотря на то, что это вяло текущее все шло, это дошло до суда и будет суд. И суд будет решать меру наказания. А останавливаться мы на этом не собираемся. Мы пойдем, если необходимо, до Конституционного и Верховного суда. Отстаивать свои права, честь и достоинства. И чтобы многим теперь послужила эта ситуация, плачевная ситуация, которая в принципе быть не должна уроком соблюдения этики, диентологии на рабочем месте. На рабочем месте нас должны ценить как специалистов. И все какие-то наши личные качества, это конечно должно быть учтено. Но на работе прежде всего мы профессионалы своего дела. И должно быть как минимум человеческого уважения. Да, и никаких личных притязаний из-за ненависти, из-за каких-то предвзятостей быть в принципе не должно. И я призываю к этому вообще весь народ России, наверное, очнитесь, пожалуйста, мы все люди. Мы на работе сотрудники. А за пределами своего рабочего места мы просто люди. Тетя? Да? Хотел еще добавить про Лукашу. После проверки 23 ноября они все пошли в приемную главврача составлять протокол по итогам проверки. Но меня почему туда опять не пустили? То есть Лукашу. Лукашу сопротивлялся, хотя Олеся внутри говорила, что пустите Антона. Я хочу, чтобы он проконсультировал меня. То есть просила оказать право на защиту, чтобы я представлял ее интерес и защищал ее, консультировал в каких-то юридических аспектах. А они отказали. Меня просто туда не пустили, а по ее просьбе, по ее ходатайству, можно сказать, меня не пригласили. Просто вот происходят очень странные вещи. При прокурорах ХМАО на проверках они были очень вежливые. Только люди удалились по своим каким-то мотивам. Либо вежливые, либо очень молчаливые. Да, по своим каким-то мотивам сразу они пришли в свой образ. В свой нормальный образ, который, наверное, наработан десятилетиями. Обратите на это внимание. Прокуратура города ХМАО, хантематистка автономного округа. Обратите на это внимание. Обратите внимание на своих подчиненных. Я прошу вас об этом. Я могу про героини озвучить? Что трех детей? Я прежде всего хочу... Я хочу тебя поблагодарить. Поблагодаришь, но я сейчас хочу благодарность Давыдову выразить все-таки. Мы об этом не сказали. Да, давай. Я хочу выразить благодарность, наверное, Давыдову Сергею Анатольевичу, который приехал с Хантематистка, принял меня на личном приеме. Выслушал очень терпеливо. Я проработал каждый заявленный мною вопрос. Проработан каждый ответ на этот вопрос. И даже называл особым образом культурно вежливо. Это очень важно. Впервые, я еще раз повторюсь, я почувствовала себя человеком, где не нарушаются мои законные права. То есть небо и земля по сравнению с прокуратурой, городом Сургута, очень большой контраст. И я очень ему благодарна. Сергей Анатольевич, приношу вам свою благодарность. И также Полищук Екатерине Андреевне, тоже хочу выразить благодарность. За их терпение, за их труд. Спасибо большое. Я хочу выразить благодарность от себя и от жителей города Сургут. Именно благодарность Олесе, что она мать троих детей, многодетная мать, работает на трех работах и тянет вот такие вот четыре уголовных дела. И плюс еще в судах идут трудовые споры именно с травматологией. Я считаю, Олесе надо вручить орден героини России. Это дело моей чести. Теперь стало это дело моей чести. Пока я ее не растеряла, в отличие от некоторых. Несмотря ни на что. А теперь давайте почитаем официальные ответы прокуратуры ХМАО и остальных надзорных органов. Вместе с тем при осмотре бытового помещения для грузчиков в санузле в деревянном шкафу среди средств индивидуальной гигиены обнаружено с истекшим сроком годности. Фактов о его использовании медицинским персоналом при оказании медицинской помощи услуг не выявлено. Однако партию никто не выяснял. Из какой партии кто закупал? Никто ничего это не выяснял. Также в ходе проверки установлены факты хранения медицинских изделий в неприспособленных для этого помещениях. По указанным основаниям главврачу учреждения прокурором Сургута 14 декабря вынесено представление об устранении нарушений законов. О результатах рассмотрения вы будете проинформированы дополнительно. Главврачу вынесено представление. Ни уголовки, ни халатности, ничего нет. Доводы об использовании в медицинском учреждении материалов с истекшим сроком годности подтвердились. В ходе ранее проведенных с привлечением Росздравнадзора Тюменской области, Ихмао и Янао в учреждении проверок установлено, что хранение просущенных медицинских средств, металлические хирургические иглы, резиновые перчатки, и марли с истекшим сроком годности, находившиеся на складах. По итогам проверки руководителю учреждения здравоохранения вынесено предписание. Опять главврачу вынесено предписание. Ни уголовки, ничего нет. Старшая медсестра, заведующая аптекой, привлечены к административной ответственности. По статье 6.28 КАП РФ Учреждение привлечено к административной ответственности по части 3 статьи 19.20 КАП РФ к штрафу в размере 75 тысяч рублей. Штрафы оплачены, нарушения устранены. С учетом указанных фактов, 22 апреля 2022 года прокуратуру округа, заместителю губернатора ХМАУ Югры Кольцова ВВС вынесено представление, опять представление, которое рассмотрено и удовлетворено. А как оно удовлетворено, если проверка проходила 22 ноября и вновь были выявлены факты неправильного хранения и просрочки, приняты меры к усилению ведомственного контроля, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Что за лицо? Какой ответственности? Опять не ясно. Также по фактам нарушения работниками БУ ХМАУ Югры санитарно-эпидемиологических правил в палатности руководства учреждения при обеспечении медицинскими изделиями Следственным комитетом России по ХМАУ Югре расследуется уголовное дело, по какой статье тоже не написано, в отношении кого тоже не написано. По требованию прокурора города Сургут следователям 13 декабря 2002 года вынесено постановление о переквалификации преступления продолжено уголовное преследование виновных лиц по части 1.293, это халатность, и части 1.238 УК РФ. Это вот как раз то, о чем мы говорили, что раньше это была 236 статья, а сейчас они переквалифицировали 238. 238 по части 1 предусматривает лишение свободы до 2 лет, а вот части 2 совершение группы лиц по предварительному сговору или организованной группой, то есть они вот эти признаки не усмотрели, совершение в отношении товаров, работы или услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, то есть детей они тоже пока не обнаружили, повлекли по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью либо смерть, то есть они тяжкий вред здоровью и смерти среди 202 пациентов не установили, а также детей не нашли среди них. Тут уже по части 2 до 6 лет, а вот если они выявят по смерть 2 и более лиц по этой статье, то там уже до 10 лет. Вот как раз то, о чем мы и говорили. Расследование оснований для квалификации преступления по части 2 ст. 238 не установлено, поскольку фактов причинения вреда здоровью людей в результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности либо оказания подобных услуг детям не установлено. Ну, с трудом верится, что среди 202 пациентов не нашлось тех, кому причинен просроченными медицинскими шовными материалами вред здоровью и что среди них нет детей младше 6 лет. В целях устранения нарушения закона о разумном сроке, о чем вы указываете, в том числе при проведении следственной проверки по указанным сообщениям о преступлении, неполноты расследования по делу прокуратурой города Сургут ранее принимались меры реагирования также прокуратурой округа 16 декабря 2022 года руководителю Следственного комитета Пахмау Югре, это Мокшин, внесено требование, поставлен вопрос о привлечении следователя и его руководителя к дисциплинарной ответственности. Поставлен вопрос не привлечены, а поставлен вопрос. Ну посмотрим, чем этот вопрос, каким ответом решится. С учетом ваших дополнительных доводов прокуратуры округа 6 декабря 2022 года отменены постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 сентября о подделке журналов и оперативных вмешательств по выявленным нарушениям по указанным материалам проверки, в том числе в связи с необоснованной передачей следователем Юхневской сообщение о преступлении по последствии в ОМВД России по городу Сургут, предполагая, что следователь Юхневская специально затягивал процесс путем передачи не по последствии в ОМВД по городу Сургут. прокуратуру округа как уже отмечено 16 декабря руководителю следственного комитета по ХМАУ Югре Мокшину выяснили требования об их устранении и о пристановлении расследования 27.06 об угрозах у дома номер 12 по улице Бульвар Свободы в городе Сургут. То есть мы разговаривали, они нам пояснили, что они не смогли установить личность мужчины в капюшоне, который произнес фразу проходя мимо Олеси «У тебя же трое детей, смотри, можешь не досчитаться». Принято и по другим материалам так, так, так. Уголовное дело по факту самоубийства медицинской сестры реанимационного отделения Ташмагабетовой расследовано. К уголовной ответственности привлечена Матвичук, но еще не привлечена, дело передано в суд. Прокурором города Сургут 25 ноября по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и дело направлено в суд. Для рассмотрения по существу в ходе расследования доказательств действующих о неправомерных действиях главного врача больницы Гарайса главной медицинской сестры не получено. То есть во всем обвинили Матвичук, а Гарайса и главная медицинская сестра пока избегают ответственности уголовной. В связи с чем следователем 12 ноября уголовное преследование в этой части прекращено. А вот тоже интересный момент. По результатам проверки доводов о ненадлежащем поведении прокурором города Сургут Балином 12 апреля 2022 года личного приема установлено, что ваш представитель, наверное, имеют в виду меня, отказался предъявить документ. Вот это ложь. На видео четко видно, что пришел журналист Антон Николаевич Булгаков, показал удостоверение, Балин сказал, что он меня знает, отказался предоставить документ удостоверяющей личности. Так это не я отказался, а Балин отказался предоставить удостоверение личности. Не надо меня снимать, я вас не снимаю. Пожалуйста. Я просто держу телефон. Вы вообще кто? Вы меня не знаете? Нет, я вас не знаю. Вы меня знаете? Давайте по моему вопросу. Нет, подождите. Вот этот человек, это человек, который пришел со мной. Ну вот, вкусно, этот человек, который пришел к вами, и который меня снимает на видео, посидит в коридоре и тебя ждет. Вы стесняетесь? Что за вопросы? Вы на прием или ко мне пришли? Или что? Я не понимаю. К вам пришла Олеся на прием. По общественному, по общественному, по общественному важному вопросу. Я ее сопровождаю. Потому что я принимаю человека. Антон, давай не будем затяживать время. У меня оно ограничено. Одень, пожалуйста, маск и быстро... Нет, так о мне говорят уже просто выйди. Без всяких масок. Пусть посидит маск. Пожалуйста, я вас прошу. Я вам объяснила причину. Я не знаю, кто этот человек и почему он с вами был. Не вопрос. Журналист СМИ Камчатский регион Антон Николаевич Булгаков. Вы меня знаете? Антон Николаевич, и что? Ну все. Ну, узнали? Сейчас Евгения Викторовна. Леонид Алексеевич, я ответил на ваши вопросы. Антон Николаевич, вы меня узнали? Не надо. Вы меня узнали? Вы сейчас представились, я знаю, что вы сейчас. Все, отлично. Этот вопрос решен. Я вам объяснила причину прихода. Олеся, давай начнем с обратного. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Вы к кому пришли на другую? К вам. Я предполагаю, что вы прокурор города Сургута. Вы прокурор города Сургута. Евгения Викторовна, вы на связи? Я отказываюсь проводить личный прием сейчас у вас. А вы кто? Поскольку вот этот вот человек, не знаю, что он делает, провоцирует, наверное. Почему провоцирует? Мы пытаемся выяснить, вы прокурор города Сургута? То есть вы меня не приняли сегодня? Вы отказываетесь отвечать? Евгения Викторовна, я не принял прокурор. Бегство прокурора называется. А что Динамо бежит, все бегут. А также начал производить видеосъемку без согласия прокурора города Сургута. А что? Обязательно. А какой нормой права предусмотрено согласие именно прокурора? Никакой. Конституция есть. Статья 29. В связи с чем было принято решение о завершении приема? Принял решение о завершении приема, но вместе с тем, в этот же день, прокурором города вы приняты на личном приеме. Ну, это имеется в виду Олесь, ваше право на обращение государственного органа и фактически реализовано. То есть, принял завершить прием, а потом все-таки провел его. Но при этом не предоставил удостоверения. На видео все зафиксировано. Также хочу обратить внимание, что Балин до сих пор выносит постановление, сам пишет, что, допустим, отказать в удовлетворении жалобы о принятом решении уведомить Губанову, разъяснив порядок его обжалования. Но при этом порядок обжалования не разъясняет. Это грубейшее нарушение и по ОПК 124 данное постановление может быть легко отменено в высшей стоящей прокуратуре. Многократно об этом Балину сообщал, многократно его обжаловал постановление, их отменяли, но Балин упорно не разъясняет порядок обжалования в самом постановлении. Следственный комитет России по ХМА в Югре 25 января 2022 года поступило ваше заявление о фальсификации работниками СКТБ журналов оперативных мешайств. По данному факту организованную процессуальную проверку в порядке ПК 144-145, по результатам которой трижды 1 апреля, 4 мая и 27 июля вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, то есть карусели запустили, которые отменены руководителем органов в порядке в ведомственном контроле, так-так-так, трижды отменены, по итогам дополнительной проверки 26 сентября 2022 года следователем вновь вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, то есть 4 уже раза. Прокуратурой города Сургут в порядке статьи 124 ПК разрешены ваши обращения о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела. Вам даны ответы заместителям прокурора города Сургут Нафиковым, говорящей фамилией у всех, 24-10-22 года прокурором Балиным об отсутствии оснований для принятия мер изучения материалов до следственной проверки в прокуратуре округа с учетом доводов ваших обращений показал, что решение об отказе в возбуждении уголовного дела принято без установления всех обстоятельств, имеющих значение для принятия законного решения и проверки ваших доводов. То есть опять некачественно сработали, опять нарушили все процедуры, в связи с чем 6 декабря постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26 сентября отменено, организовано проведение дополнительной проверки. Это в который раз уже, я уже запутался, четвертый или пятый раз, они вот эту карусель включают. То возбуждает, то выносит постановление об отказе в возбуждении, потом это постановление отменяют. В общем, тянут сроки. Я предполагаю, что это связано именно с тем, чтобы в итоге через два или сколько, три года прекратить вообще уголовное преследование в связи с тем, что истек срок привлечения к уголовной ответственности. Тянут сроки, несмотря на то, что ход взят на контроль. Доводы обращения о неполноте проведенной проверки нарушения положения закона в разумные сроки уголовного судопроизводства при ее проведении надлежащим рассмотрении прокуратуры и города Сургут ваших жалоб нашли свое подтверждение, то есть, всячески затягивают сроки, в связи с чем работники прокуратуры и города Сургут, допустившие нарушение, привлечены к ответственности. Кто именно? Какой ответственность? Дисциплинарный, уволенный, что произошло? Кто именно? Какой прокурор? Не пишут, не сообщают, скрывают. Сообщают, что представление прокурора от 14 декабря об устранении нарушения закона внесено в адрес главного врача. Клиническое рассмотрено и удовлетворено. Еще одно представление. Указанные в акте прокурорского реагирования факты нашли свое подтверждение и устранены. В связи с допущенными нарушениями к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица медицинского учреждения. Кто именно? Не сообщает. И какой дисциплинарной ответственности? Как наказан? А вот дипострамент здравоохранения отвечает. Доводы, указанные в вашем обращении, не могут служить основанием для проведения внепланной проверки. Олеся писала сразу после проверки 23 ноября 2002 года по факту того, что была обнаружена просрочка и многочисленные нарушения хранения медицинских препаратов и изделий. Она требовала проверку всех зданий, всех помещений в травматологии. Но они написали, что данные доводы не могут служить основанием для проведения внепланной проверки. Вместе с тем, они же главному врачу Гарайсу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. То есть усмотрели нарушение, но при этом внепланную проверку отказались проводить. Вот такие итоги 2022 года. Мы сейчас ждем громкий процесс 11 января 2023 года. Это будет среда в 14.30 будут судить Матвичук Ольгу. По статье 110 это доведение до самоубийства медсестры. Пока одной. По второй пока ничего неизвестно. Благодарствую всем за помощь. Все? Да. Все, спасибо. Вот так. Пойдем печататься. Пошли. Что за вопрос? У нас нет его в городе. Там все в доле.